Неравнодушные горожане решили ряд жилищно-коммунальных проблем, которые беспокоили их много лет. В благоустроенных домах по улице Совхозная и в Малой Мархе не действовали канализации и водопровод. Мусор со двора не убирали месяцами. Проблемы решены, к тому же построена новая детская площадка и котельная. Что поспособствовало череде изменений, расскажет Марьяна Кутукова. Вот так в конце мая выглядели дома на улице Совхозная 8 и 9. Канализационная вода под домами, вследствие оголившаяся арматура на сваях, горы мусора и разобранных сараев на месте обещанной модульной котельной. А в самих домах ни воды, ни тепла. Жильцам, по сути, благоустроенных домов, приходилось таскать воду с бочек. Как моя квартира, каждый год она у меня перемерзает, батареи перемерзают, все затапливает. Вот сейчас опять в феврале месяце, опять меня затопило все. Ну, покупаем покупную воду, каждая бочка стоит 250 рублей. Ну, у каждого по семье, у кого как, у кого по три, по четыре бочки уходят в месяц. Ну, люди в основном здесь живут, все пенсионеры, все на пенсиях, молодых-то мало здесь. Наверное, все так продолжалось и дальше, если бы не активная позиция жильцов. Марьяна Башарова била тревогу во всех инстанциях и, наконец, добилась своего. Сегодня тепло и вода есть во всех квартирах. Вместе с новой котельной открылась и современная детская площадка. Ее построила компания Якутсемент в рамках акции «Эстафета добра». Кроме этого, заменили старые двери в подъездах, благоустроили двор, проложили тротуар, а также укрепили фундамент зданий. Вообще у нас домам уже 40 лет, нынче у нас, да, и канализация по дому у нас стекла уже лет 20 точно. То есть лед там постоянно был, глыбы льда. И вот только нынче ее устранили. Спасибо вам огромное, что вы сняли сюжет. Этот данный сюжет мы отправили Асену Сергеевичу, после чего он сказал, что ему совсем другие отчеты идут, что у нас все там благополучно сделано. Он отреагировал моментально. Наверное, на следующий день он уже к нам приехал, увидел все, и все, и пошла работа, она закипела у нас. Как призналась девушка, теперь им осталось добиться ремонта в подъездах и крыше домов. В свою очередь Асен Николаев на своей странице в соцсети отметил, что ключевое условие позитивных изменений в городе – это неравнодушие самих горожан, тех, кто привлекает к своим проблемам внимание власти и готов участвовать в их решении. Марьяна Кутукова, Владимир Даюрский, НВК Саха, Якутск.